Привет! Сегодня я хочу рассказать про антиоксидант. Водород – это антиоксидант. Что такое водород? И почему водород является антиоксидантом? То есть водород – это такая молекула, которая сохраняется в металлах, она соединяется с углеродом, она со всеми соединяется. Можно сказать, это самая дружелюбная молекула, которая даёт всем радость, мир, кроме с кислородом. Потому что когда водород сгорает с кислородом, то создаётся вода и огонь. Водород – это является антиоксидантом, а оксиданты – они разрушают наши клетки, наши ДНК. Откуда появляются эти оксиданты? Таким оксидантом является гидроксилрадикал или радикалубиса, который разрушает наши ДНК. Она берётся из перекиси водорода, который выделяет иммунные клетки. То есть белые кровяные телеса, которые, очищая человека от разных ненужных болезней или ненужных клеток, выделяются в огромном количестве. И этот ООН, то есть она разрушается на кислород, то есть кислород просто сжигает ненужные вещи. Например, углеродом соединяется и получается там СО, да, или какие-то ещё молекулы. Например, соединяется с железом, превращается в оксид железа. А вот гидроксилрадикал, она как бы становится свободным. Ну, свободным. Говорит, айди ты, то есть свободно. Поэтому и называется свободный радикал. Вот этот свободный радикал, она по сути не совсем свободная. Она ищет цель, да, вот, хочет себе водорода. И она находит этот водород из внутренностей наших клеток. Прямо из ДНК она крадёт. И таким образом наши ДНК просто лопаются пополам. И клетка уже становится мутированной. А если она мутированная, то иммунитет подходит и уничтожает её, растворяет. С помощью перекиси водорода, и этот перекиси водорода выделяет тот же самый гидроксилрадикал. Уже много гидроксилрадикала. И так постоянно, постоянно, и у человека может начаться сыпная реакция. То есть, быстрое-быстрое старение организма. И чтобы этого не происходило, нам нужен водород. Что делает водород? Водород соединяется с этим гидроксилрадикалом. То есть, OH соединяется с H, превращается в H2O. То есть, превращается в воду. То есть, деактивация вот этого гидроксилрадикала. Вот. Этот водород есть в самом человеке. Но если человек постоянно болеет, постоянно поднимается температура, то у него и этого водорода, в принципе, уже не будет. Еще мы можем принять много воды, и с водой поступает водород. Но, опять же, в воде может не оказаться этого водорода. Например, если вода кипяченая или взята из каких-нибудь непонятных источников. А еще вода может содержать в себе тяжелые металлы. Например, цинк. То есть, пить много воды тоже как бы может оказаться неправильно. Потому, что вместо водорода мы можем получить тяжелые металлы. И таким образом повредить организму еще больше. Вот. Этот водород можно получать с этими. с пищей, да? От разных фруктов, ягод, овощей. Вот. Но можно получить этот водород и другим путем. Вот. А именно принудительно. То есть, через кожу человека, через ноги человека, мы можем получить этот водород. Для этого есть множество способов. Например, один из способов пропустить электрический ток, который не вреден для человека. То есть, она имеет малую мощность. Ну, для того, чтобы притягивать водород, этой мощности хватит. Например, 9 вольт, да? И с очень малой мощностью. Этого напряжения хватит, чтобы через человека проходил этот электрический ток. И этот электрический ток будет притягивать через ноги этот водород. То есть, через воду. Наливаем воду, насыщаем эту воду водородом, и всё. Энергия проходит, и водород поступает к организму, человеку. А вот этот водород мы можем получить с помощью, например, таких катализаторов, как углерод. Например, графит. Или самый лучший – это древесные угли. Когда мы замыкаем древесные угли под водой, выдаляется много водорода. Ну, она становится как бы газом, да? Газообразным. И она улетучивается и поднимается, ну, как бы на небо или попадает в помещение. И нужно закрыть этот водород, не давая ей улетучиться, да? А ещё можно сделать какие-нибудь микшеры воды, которые будут перемешивать этот водород с водой, да? Ну, чтобы насыщать её намного больше. Например, стоит микшер, вода, и выдаляется водород. И этот микшер будет перемешивать водород, то есть, как в аквариуме тоже, там насыщают кислородом, да, воду, перемешивая, да? Вот точно так же, перемешивая водород с водой, мы можем насыщать эту воду водородом. Ну, можно, конечно, её просто фильтровать от этих, от примесей древесного угля, и просто выпивать эту воду, ну, с водородом. Но тогда человеку будет поступать очень мало водорода, потому что человек же не может пить очень много воды. Вот. У него желудок имеет ограничения. А вот если мы пропускаем электрический ток через ногу, то человек может получать неограниченное количество водорода, ну, сколько угодно водорода. Таким образом, можно спасти любого человека от любой болезни, да? Потому что ему будет очень хорошо, потому что ему будет поступать много водорода. Я, в принципе, как бы человек, как человек сторонний, поэтому вы посудите сами. И если вы имеете какую-нибудь власть и знания, чтобы использовать эти прорывные технологии для своей выгоды, я буду только очень рад. Да? Вот. Поэтому именно по этой причине я пытаюсь рассказывать вам про эти, как бы, технологии. Если вы спросите, откуда вот эти прорывные технологии появились на далёком севере, в Якутии, то я вам расскажу вот что. Мне один человек рассказал, здесь, в нашем районе, есть такое место, где энергия молнии распространяется над поверхностью Земли. И начинает всё светиться, а под ногами идёт большая статика. Вот. Этот вопрос я изучаю уже 10 лет, да? Представьте себе, 10 лет этот вопрос изучаю, хотя я далёкий человек от науки, я всего лишь телемастер и медтехник, и я, как бы, разбирался в этой медицинской технике, там, паял, там, что-то этих разных галмонизаторов. И я, как бы, человек далёкий, да, от всего этого. Я, конечно, был радиолюбителем, я изучал электронику и экспериментировал разными этими химическими элементами, там, выделял водород с помощью древесных углей, потому что это было мне интересно. И вот, когда этот человек рассказал про этот изолятор молнии, я сразу всё это подумал и понял, да? То есть, этот изолятор, оказывается, она изолирует энергию молнии. Молния распространяется над поверхностью земли, а на земле много древесных углей, потому что лес-то сгорает. Мы знаем, что сейчас много пожара, каждый день происходят лесные пожары. Этот пожар, как бы, именно естественный, ну, как бы, пожарит и естественный ход природы, да? То есть, создаётся много древесных углей. Через эти древесные угли должен проходить энергия молнии, замыкать древесные угли и создавать этот самый водород. Мы ведь живём на планете Земля, то есть, мы там должны ходить. И этот водород проникать через наши ноги, вот. Когда человек вступает в шаг вперёд, через него проходит электричество, да? Вот, это электричество, потому что эта сторона каменного угля заряжена энергией, а эта сторона не заряжена энергией. То есть, получается, тут проходит электрический ток, плюс-минус входит, и человек, когда вступает, делает шаг через него, энергия проходит. Вот, энергия проходит, и эти водороды поступают в человека. Вот, то есть, это природный принцип, который мы можем уже перевести на наши нужды, то есть, мы из неё можем делать вот такие аппараты, да, маленькие. Вот, ну, допустим, все инженеры пытаются как-то взять что-то из природы, да? Ну, почему мы не можем взять из природы эту технологию проникновения водорода в тело, да? Для омоложения и для борьбы с свободными радикалами во время болезней, например, во время тяжёлых болезней человека. Вот, например, инженеры берут вот эти, например, крыло птицы, да? Они тоже берут её и делают для самолёта. Почему бы мы тоже можем это использовать для наших целей, да? Вот, сейчас ещё хотят увеличить продолжительность жизни человека, и чтобы этого, чтобы, если продолжительность жизни человека увеличится, то и пенсия как бы, тоже возраст пенсии увеличится. То есть, это экономически тоже выгодно, да? Если человек не стареет, вообще не стареет, и он не умирает от старости, да, то ему, в принципе, и пенсия не нужна будет. Вот. О, я так думаю. Вот, потому что сегодня в Калининграде Путин рассказывал именно про эту, ну, про эту пенсию. Вот, поэтому я просто подумал. Ну, вот, для ваших прорывных идей это будет, ну, как бы, хорошо, да? Ну, вот, прорывная идея. Допустим, русские сделали аппараты там, омолаживающие, русские сделали аппараты, снимающие усталость, и начинают продавать китайцам, потому что китайцы уже начинают стареть, и начинают продавать европейцам, начинают продавать Америке, вот. Я думаю, это и есть прорыв, прорыв в России, да, прорывные технологии, вот. Только нету этих специалистов, которые работали бы в стыке наук, да, вот, те же самые молнии сразу превращаются в медицину. Как это понять, да? Ну, вот здесь и есть этот стык наук. Вот, химия превращается в биологию, то есть, электроника, то есть, электрики создают аппараты для вот этого, омоложения, вот. Вот, вот, сразу начинается вот геология, да, геологи начинают изучать каменный уголь, где она находится, почему так. Вот, вот, сразу начинает работать, вот, когда вот бурят из земли, выкачивают нефть, вот, не знают, куда продать, да, много нефти и не знают, куда продавать. Вот, давай начнём из этой нефти создавать каменный уголь, ну, чтобы изолировать энергию молнии, чтобы создавать на нём водород. И чтобы человек, который гуляет там, принимал много водорода и как бы омолаживался, да. Вот, и водород ещё нужен для этого, для того, чтобы, вот, энергия молнии выходила от волос. Вот, волос энергия молнии выходит, вот, энергия молнии плюсовая, поэтому она выходит от волос, да. И от воздуха втягивает отрицательные электроны, которые от земли тянут водород, катион водорода, к человеку, вот, к волосам. Под волосами собирается много крови. Вот, есть люди, где, вот, из-за болезни или из-за образа жизни у них под волосами собирается много крови. Они становятся такими твёрдыми. Этот водород, этот кровь ждёт водорода, ну, чтобы ему там индуцироваться. Вот, если кровь индуцируется, то она превращается в стволовую клетку. То есть, эта стволовая клетка начинает омолаживать человека. Вот. И я бы хотел, вот, сделать вот такие вот аппараты. Ну, вот, есть такие сооружения, туда входят люди и, как бы, начинают омолаживаться. И всё это делать бесплатно, да? Ну, бесплатно, конечно, делать бесплатно. Потому что этот пенсионер омолаживается и он уже в пенсии не нуждается. Вот. Ну, а если он не омолаживается и становится старым, то, конечно, ему нужно оплачивать пенсию. Вот. А кто хочет быть старым? Все будут омолаживаться. Вот, я думаю. Вот. То есть, чтобы это понять, нужно собрать какое-то сообщество людей, которые знают и понимают своё дело, да? То есть, химиков, электриков, вот это, медиков. Вот. Их всех нужно собрать и им это всё объяснить. А не возлагать всё это на плечи одного человека. Я думаю, это неправильно. Вот. Если я это вам не рассказываю, то, конечно же, это будет моя вина. Потому что, если я не рассказываю, то, конечно же, я сам не буду стареть, а вы будете стареть. Это же неправильно. Вот. Поэтому я рассказываю. А если вы чего-то не понимаете, то вы не понимаете, потому что вам недостаёт информации. Вот. Информации. То есть, чтобы формировать внутри себя вот эту целостность картины мира. Ну, мира, которого как бы у нас нету, да? Вот. На самом деле, вот таких изоляторов энергии на этой планете очень много. Вот. И я бы очень хотел, чтобы люди научились пользоваться вот этими знаниями, то есть, базовыми знаниями, которые должны знать все люди. Спасибо за внимание.